Птеродактиль. Были распространены по всему миру, примерно 150 миллионов лет назад. Ученые нашли их останки практически на каждом континенте. Существовало множество разных видов птеродактилей. Одни из них были не больше вороны, а другие крупнее современных летающих птиц. Птеродактили жили в стаях, гнездились на скалах, днем летали в поисках пищи, а ночью спали. На задней части головы взрослых птеродактилей находился гребень, у детенышей его не было. Основную часть длинной головы занимали узкие прямые челюсти, они отлично подходили для вылавливания рыбы из воды. В клюве взрослых птеродактилей было около 90 конических зубов, у края они были длинные, а в глубине пасти мелкие. Легкое туловище птеродактиля было очень маленьким, по сравнению с крыльями. Палеонтологам удалось найти более 30 ископаемых останков птеродактилей. В основном они принадлежали молодым особям или крохотным детенышам. Скелеты многих из них неплохо сохранились, так что ученые хорошо изучили образ жизни этих древних ящеров. Чтобы оторваться от земли, птеродактиль разворачивался навстречу ветру. Когда он ощущал сильный воздушный поток, то расправлял крылья и ловил его, как это делают современные летучие мыши. Оторвавшись от земли, птеродактиль парил и взмахивал крыльями. Потоки воздуха поддерживали его на лету. Чем энергичнее птеродактиль махал крыльями, тем выше поднимался. Маленькие птеродактили питались насекомыми, как нынешние птицы. Стремительные ящеры могли ловить их прямо на лету. Крупные птеродактили охотились на рыбу, земноводных и мелких ящериц. У них было отличное зрение, поэтому они замечали потенциальную добычу даже с большого расстояния. На земле птеродактили были медлительными и неуклюжими, так что нередко становились добычей хищников. Летающие ящеры неторопливо передвигались на четырех конечностях, переваливаясь из стороны в сторону. Крылья при движении были сложены, основной вес тела приходился на три пальца на передних конечностях. Размножались летающие ящеры при помощи яйцекладок. Яйца самки откладывали в гнезда. Гнезда птерозавров располагались недалеко от водоемов, на отвесных скалах около морского берега. Пока самки высиживали яйца, самцы охотились. За детенышами птеродактили следили, пока молодняк не начинал самостоятельно охотиться, выкармливали их рыбой и учили летать. Птеродактили жили стаями, строя гнезда на скалах и верхушках высоких деревьев. Пары динозавры создавали на всю жизнь. Немного рассказали о птеродактили и можно долго еще рассказывать, так как информация уйма. Подписывайся на канал, ставь лайк и не пропусти следующие видео. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok